МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А сейчас об этих и других событиях подробнее. В Десногорске продолжает работать социальный проект «Старшее поколение». С июля в Десногорске работает социальный проект «Старшее поколение». Госкорпорация «Русатом» утвердила памятные знакы и удостоверения почетного звания гражданин страны «Русатом» за особый вклад в развитие атомной энергетики как в Десногорске, так и в России в целом. 2 сентября заместитель начальника управления информацией атомной станции Михаил Хоботов вручил значки и удостоверения членам Совета ветеранов Великой Отечественной войны и правоохранительных органов. У этих людей много высоких наград, и тем не менее, такое признание их заслуг очень приятно представителям старшего поколения. Оно особенно подчеркивает уважение и почет от молодых соотечественников. В Смоленске прошел форум по актуальным вопросам местного самоуправления, который объединил представителей районных, региональных и федеральных властей. Обсудили важные для каждого региона темы, такие как работа органов местного самоуправления, гражданские инициативы, жилищно-коммунальное хозяйство и социальную политику. Форум такого формата проводился в нашей области впервые и стал к тому же уникальной платформой для обмена лучшими муниципальными практиками региона. Накануне курсанты Военной академии Смоленска присягнули на верность Родине. Почти 250 человек поступили в ВУЗ, чтобы стать офицерами. По словам начальника Военной академии Глеба Еремина, среди поступивших курсантов более 30% – смолян. В этом году Смоленская академия выполнила план набора. Конкурс был небывало большим, поступить смогли не все. Свидетелями присяги будущих офицеров стали родные и близкие, представители областных и городских властей. Курсанты уже прошли курс молодого бойца и готовы к новому учебному году. Вопрос обеспечения безопасности подрастающего поколения становится более острым в период адаптации после каникул. Сотрудники МЧС проводят различные тематические мероприятия, направленные на предупреждение пожаров из-за детской шалости. Ежегодно 1 сентября пожарные Десногорска проводят выставку спецтехники на площадке возле второй школы. Акция проводится на территории второй школы уже несколько лет и пользуется у школьников большой популярностью. Мальчишкам и девчонкам очень интересно познакомиться поближе с настоящей пожарной техникой. Это уникальная возможность потрогать ее руками, залезть внутрь и просто, что называется, оседлать БТР, который дети называют танком. С особым восторгом ребята наблюдали струю пожарной пены. А после того, как установка перестала работать, дети целый час просто барахтались в пене с руками и ногами. Почти каждый из школьников захотел стать огнеборцем. Ну, они спасают много жизней и людей. Чтобы в горящие дома заходить, тушить, людей спасать. Ты хочешь стать героем? Да. Некоторые же, осознавая необходимость такой героической профессии, отдают предпочтение другим специальностям. Утюг поставили и забыли его выключить. Сами ушли куда-нибудь в магазин там, и загорелась квартира. Потом человек приходит такой весь в панике, а я спалила квартиру или спалил квартиру. И потом резко вызывают пожарных. Мне очень понравилась такая, ну, выставка всех автомобилей, вот этого вот танка. Очень сильно. Но пожарным стать не... А почему? Мне хочется быть полицейским. Дети воспринимают выставку такой серьёзной техники, как весёлое развлечение. 1 сентября во вторую школу приходят ученики со всего города. Блок криминальных новостей. Полицейские изъяли у Смоленина более 4 килограммов марихуаны. 43-летний житель Ярцевского района заявил полицейским, что наркотики хранил для собственного употребления. За незаконное хранение наркотических средств в крупном размере мужчине грозит до 10 лет лишения свободы. Полиция обнаружила у Рослесского пенсионера запас конопли в деревне Козловка. В ходе профилактического подворового обхода участковый уполномоченный полиции обнаружил наркотическое средство у одного из пенсионеров 56-го года рождения. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы. В Смоленской области 18 сентября в день выборов охранять порядок будут более 2000 сотрудников полиции. В том числе 50 сотрудников спецподразделений в качестве резерва. Дополнительно привлекут работников охранных организаций, представителей народных дружин и казаков. А сейчас немного о спорте. С 30 августа по 4 сентября во французском Маконе проходило первенство мира по борьбе среди юниоров. Смолянка Надежда Соколова завоевала серебро в весовой категории до 48 килограмм. Студентка Смоленского государственного училища Олимпийского резерва Надежда Соколова на этих соревнованиях провела 4 победных схватки, в которых досрочно по баллам победила канатку, турчанку, белорусскую и аргентинку. На матче сборной России в Турции болельщики развернули флаг с надписью «Смоленск». Фотографию с матча, в ходе которого болельщики развернули триколор, опубликовали в «Контакте» смоленские фанаты. Этот матч завершился в ничью. Руководство «Полимера» поддерживает активный отдых своих работников, а также прививает любовь к спорту у их детей. В этот раз для ребят, которые пошли в первый класс, был организован туристический слёт на скалодроме. Подробности далее. Спорт – это самое главное у большинства работников ООО «Полимер». И руководство предприятия всячески поддерживает своих подчинённых. Минувшую субботу на скалодроме на берегу водохранилища для мальчишек и девчонок, которые в этом году пошли в первый класс, был организован первый туристический слёт. Мы решили, что дети должны запомнить этот день перед вступлением в свою счастливую школьную жизнь. Хотим, чтобы они продлили свою дружбу на долгие-долгие годы. Они ещё будут там пересекаться, но чтобы они не забывали друг друга. Ну и хотим, чтобы учебный год начался на такой активной, позитивной ноте. Организаторы приготовили для детей семь испытаний. Это канатная переправа, ходьба по бревну, соревнования на самокатах, городки, волейбол и шишкобол. Самым смелым представилась возможность прокатиться на байдарке по водохранилищу и подняться по отвесной скале. Понравилось? Я ещё когда-нибудь залезу. Классно, здорово. Мне больше всего понравилось лазить на стенку. Завершилось мероприятие награждением. Каждый участник турслёта получил памятный подарок. Сентябрь месяц – грибная пора. По информации Роспотребнадзора в лечебные учреждения по поводу присасывания клещей за неделю обратились 121 человек. 32 из них – дети. Специалисты заверяют, что эта цифра в три раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего в этом году число обратившихся по клещам медицинской организации составило 1340 человек. С 10 по 11 сентября в Демидовском районе состоится трофи-рейд «Смоленские дебри-2016» осень. Заявки на участие принимаются до субботы. Организатор соревнования «Клуб «Феникс»» помогают в подготовке и проведении грязевых испытаний региональное отделение ДСАФ России Смоленской области и Смоленска РОУ Федерации автомобильного спорта. Фестиваль живой роковой музыки вернулся в Десногорск. Фестиваль «Рок-сентябрь» проводится в нашем городе с 2012 года. В этом году он уже четвертый. Организует его студия «Восьмая нота» при поддержке администрации города, градообразующего предприятия и профсоюза Смоленской АЭС. В прошлом году мероприятие не проводилось. Причину нам рассказали организаторы. Как говорится, кризиса не было, денег не было. А сегодня мы все-таки нашли деньги благодаря спонсорам нашим и удалось. Чтобы помочь весело попрощаться с летом Десногорской молодежи, к нам в город прибыли группы из городов Королев, те, кто придут. Калуга, Спарта, Росльд, Два пути, Ярцево, Светлое. Из областного центра приехали сразу три коллектива. Ода, все сложное и хорошо известная нашим горожанам группа «Глаз пророка». Всех удивил совсем молодой коллектив с вокалисткой Ольгой Левиной. Мне Десногорск очень нравится. Вообще, я считаю, что в Смоленской области очень много таких городов, где есть такая замечательно приветливая публика, во-первых, где очень много поклонников неформальной музыки, вообще неформальной субкультуры. Как всегда, послушать живую музыку на площади у сцены собралось много горожан разного возраста. Есть и очень понравились. Да, девушка прекрасно пела, вокал замечательный. Как отец? Отлично вообще, от души. Это честная музыка. То есть, как бы, я не говорю, что фонограмма всегда врет, но фонограмма есть фонограмма, это уже некогда за кем-то записанное. Ну, то есть, то, что, как у нас говорят, включил кнопку, оно и пошло. А здесь постоянно труд человеческий. Организаторы фестиваля обещают, что мероприятие состоится и в следующем году, но только будет более масштабным. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadofistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.